Всем привет! Меня зовут Василий, РН6 Леонид Харитон Фёдор. Сейчас я продемонстрирую, как работает трансивер SunSDR 2 в режиме удалённого управления. Как вы все знаете, уже в течение нескольких месяцев, наверное около полугода, режим удалённого управления с трансиверами и с приёмниками от компании Expert Electronics работает в режиме приёма. Процесс отлажен, в принципе всё работает хорошо. Управление, контроль, приём и так далее. Следующим шагом является дополнение системы удалённого управления Expert Remote System режимом передачи, чтобы трансиверы, SDR-трансиверы SunSDR 2, MB1 и другие наши трансиверы могли работать в режиме передачи. Сейчас я вам продемонстрирую работу этого трансивера в режиме передачи. Мы закончили работу над веб-интерфейсом. То есть первый шаг это работа на передачу через интернет-браузер. Открываем страничку в интернет-браузере с IP-адресом нашего сервера и начинаем работать. Итак, наш сетап состоит из ноутбука, который является в нашем случае удалённым сервером. Ноутбук подключён кабелем локальной сети к трансиверу через Ethernet. Трансивер подключён к антенне R7 от Кушкрафта, от 40-ки до 10-ки принимает и передавать можно через неё. Ноутбук через Wi-Fi подключён к интернету, к роутеру и далее к интернету. И у нас имеется планшет, который через 3G-интернет подключается к нашему серверу. В данном случае это удалённый сервер. Это наш локальный планшет, который подключён к интернету. И соответственно здесь в Chrome-браузере открыта страничка нашей удалёнки так называемой. И мы сейчас наблюдаем режим приёма в диапазоне 40 метров. Можно перестраиваться классическим способом, таская панораму в мобильной версии. Сейчас мы наблюдаем мобильную версию удалённого режима. На стационарном компьютере будет более, скажем так, наполненный интерфейс, с кнопками, ручками, более похож на наш стандартный Эксперт СДР-2. В мобильных версиях для смартфонов, телефонов и планшетов интерфейс более урезанный, так называемый мобильный. Но можно открывать все настройки, в принципе, всё доступно. Через интерфейс мобильный. На компьютере у нас установлена программа сервера, так называемая Эксперт РС, Эксперт Ремоут Систем. В программе сервера нужно выбрать транссевер с НСДР-2, нажать старт и можно, в принципе, программу свернуть. Всё, больше никаких действий с сервером не требуется. По такой же схеме сервер будет работать и в транссевере MB1. Запускаем программу сервер в транссевере в моноблоке, выбираем железо MB1 и, в принципе, всё. Стартуем и с этого момента транссевер MB1 будет работать удаленно по приёму и по передаче. Сейчас закончена версия для СНСДР-2 транссевера. Доводятся некоторые моменты шероховатости, но, в принципе, уже сейчас работает режим передачи. Сейчас я попрошу коллег с нашей коллективки, которые находятся в 10 километрах от этой точки, от нашего офиса. И мы проведём КИУСО, чтобы никому не мешать и чтобы нам никто не мешал, мы перейдём в диапазон 10 метров на 28 МГц. И проведём КИУСО в спокойном режиме. Кстати, перед началом съёмки этого видео мы попробовали провести КИУСО на сороковке в свободном месте. Но, так как слишком близкое расстояние, здесь мёртвая зона, мы фактически друг друга не принимаем. На 20-ке примерно аналогичная ситуация, на 10-ке вполне сносный приём. Так, переключаемся на диапазон 10 метров, и мы на частоте 28850. Сейчас попробуем провести КИУСО. Внимание всем, внимание всем! Вызывает Роман Николай VI, Леонид Харитон Фёдор. Радио Николай VI, Леонид Харитон Фёдор на приёме. Роман Василий Син, Мария. РВС Мария. РВС Мария, спасибо за ответ. Принимаю с рапортом 5-9, пятёрка-девятка. Василий, нахожусь в Таганроге. 5-9, Василий Таганрог на приёме. Рэнши Силкаев, РВС 7, Мэн. Василий, приветствую, вечер, добрый, рад. 5-9, пятёрка-девятка. 5-9, пятёрка-девятка, 5-9, пятёрка-девятка. Силка-девятка, на приёме. Да-да, Олег Николаевич, спасибо за 5-7, 5-8. Мощность небольшая, кабель очень длинный до антенны. Ну, в принципе, понятно. Пару слов, что-нибудь можете сказать о качестве сигнала? Как вообще выглядит сигнал на приёме? Да, Василий, РНШС ЛХФ, Роман Василий, здесь Мария. Ну, Василий, высокие частоты, преобладание среднее, высокие, качество вполне нормальное, формировано. Сигналчик, ну, так сказать, вполне-вполне никаких изменов не вижу на приёме. Да, РВС 7, Мария, РНШС ЛХФ. Олег Николаевич, работая сейчас с планшета, то есть к компьютеру подключён САНСДР-2, на компьютере крутится программа-сервер, как это у нас сделано на удалённой точке приёма. А через планшет, через интернет на планшете подключился к этому серверу. И сейчас передаю именно с планшета. Тут встроенный микрофон, ну, как-то работает, в принципе, приемлемо. Вот, всё это дело вещается через интернет, в трансивер и затем уже в эфир. РВС 7, Мария, РНШС Леонид Харитон Фёдор. На премию, Олег Николаевич. Да я понял, ну, я чувствую, что это очередной шанс в своём развитии, так сказать, в правильном направлении. А вот, да что? Ну, сигнал вполне, ну, чувствуется понятно, что это для рядовых связей вполне пойдёт. Это не тестовый вариант, судя по всему. Вот, суток сигнала, в принципе, немножко не хватает, я бы сказал, сигнал, на сказать, кто-то недоволен. Ну, судя по микрофону, наверное, вот такие дела, например. Спасибо. Да-да, понятно. Ну, вот сейчас пока наворотов по микрофону нет, компрессор отсутствует, полоса 3 кГц, поэтому так довольно мягко звучит без поджатости, без компрессии, такие дела. Спасибо большое за КИОСО, за контроль, Олег Николаевич. Наилучшие пожелания. Ну, и созвонимся завтра ещё. РВ7М, РН6, Леонид Харитон Фёдор. До связи, 73. РН6, Леонид Харитон Фёдор, Олег Николаевич, да, Василий, да, Василий, ну, понятно, эксперимент можно, так сказать, не дать удачи, блин. Вот. То есть, раз, у тебя слышит, дружище. Спасибо большое. Ребята, привет нам огромный, если что. Удачи, 73. Спасибо, спасибо, всем передам. 73, до свидания. Всего доброго. Ну, вот так выглядит связь в диапазоне 10 метров через планшет. В принципе, задержка примерно где-то в районе полсекунды, может быть, чуть больше миллисекунд 600-700. В режиме веб-клиента это нормальная, как бы, практика, когда используется клиент Expert RC, аналог Expert SDR2 программы. Там можно подкрутить, настроить параметры компрессии, сжатия, количество кадров, размер буферизации и таким образом минимизировать задержку. Ну, для работы, для нормальной работы браузера, именно работы в браузере, требуется примерно буферизация на уровне вот 600-700 миллисекунд. Примерно так. Следующий шаг это добавление режимов компрессии, эквалайзера и так далее. В принципе, направление передачи будет развиваться. Самое главное, самый главный шаг сделан. Передача запущена. Тестовое QSO проведено. Можно сказать, режим передачи в удаленной системе Expert Remote Control запущено. Продолжаем работать. Всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...